всем привет сегодня вторник и у кого сегодня выходной правильно у меня и я решил не сидеть дома в общем-то как обычно я не любитель сидеть дома поеду вот ребята на моцах ездят на мопедах они кстати электрические бесшумные прикольные такие это охранник наш это еще один охранник сейчас поздороваемся ни хау сей ни хау в общем-то поеду в центр посмотрю что да как это кстати выхожу из нашего жилого комплекса он так красиво выглядит все так красиво неплохо с охраной но несмотря на то что красиво он весь течет он весь в разрухе он такой ужасный ну то есть его недавно отстроили только вот как весь парк есть комплекс но она здесь качество все ужасно вот поедем посмотрим как в центре так ну спустя уже час как и вышел из дома или наверно даже больше полчаса простоял на остановке полчаса проехал на автобусе и наконец добрался вроде как на то что похоже центром вот уже и больше народу и больше машин и шума и дыма и гарри всего больше и строить и зданий больше в общем всего больше не знаю что вам показать если честно не знаю что я буду тут делать но общем-то hello вот в общем-то посмотрим как-то чересчур много внимания от китайцев кино к европейской внешности если у тебя круглые глаза как у меня как у всех собственно у нас то столько внимания они проезжают мимо ли проходят мимо такие увидели раз потом и преследую тебя взглядом а что как-то непривычно и дискомфортно но это наверное на первое время слишком много внимания в речухе не покупаешься течение просто сильно поэтому не покупаешься и то чтобы она очень грязная просто сильное течение о О, китайский букварь, надо домой взять почитать, чтобы вы понимали как он выглядит. Вот это я на фоне букваря, ну домой возьму, почитаю, китайский подучу. Вот очередной магазин, сзади меня там айфоны, самсунги, meizu, опять с мобильными телефонами зашел, ко мне сразу подлетел вообще весь персонал магазина, китайцы налетели смотрят, что говорят ничего не пойму, в общем там один только анлоязычный, он мне сказал, что если что-то понадобится обращаться только к нему. Я вижу бренд, ура, иду пить первый кофе в Китае. На 7,5 долларов купил в Старбаксе капучино и сэндвич. Выбрал отличный задний план для мини рассказа. Значит, что все-таки изначально печально было и так и остается, это то, что мы живем на окраине города Нинба, и там ничего нет, никого нет, китайцев нет, народу нет, все очень плохо. Но я думал, что в целом в Китае, конечно же, я ошибался, в целом народу дофига, машин дофига, зданий дофига, архитектуры дофига. Торговых центров много, вот я сейчас, кстати, в торговом центре нахожусь, на улице, вокруг куча фастфудов, фудкортов и так далее, кафешек, а дальше вот там за моей спиной там много всяких Диор, Ролех и так далее. В общем, лакшери магазинов, обычных магазинчиков и так далее. В общем, пошопиться можно будет, но нужно ли? Конечно, нужно, это же Китай, тут же все дешево, да? Вот. А здесь у меня тут огромная такая 20-16 монумент. Что еще рассказать-то про китайцев? Все то же самое, только уже даже спустя час или полтора уже к этому даже начинаешь привыкать, потому что они на тебя пялятся. Так, вау, вау, да это же европеец, вау, прикольно. Ну, уже начинаешь привыкать к этому и относиться как должен. Так быстро, да. вот. Они, кстати, эмоциональнее, чем корейцы. Корейцы какие-то такие замкнутые, очень стеснительные, а эти такие более как дикари, но и эмоциональные. То есть они могут там и поржать, и поорать, и собрать все сопли, что есть в носу и в горле, и просто плюнуть вот так на улице прилюдно. это, конечно, ужасно смотрится. Ну, любят поулыбаться там, поприветствовать, сказать hello, how are you, поинтересоваться своими делами, тех, кто знает английский. Но иногда чаще, иногда вот на этом hello, how are you, все знание английского у китайцев заканчивается. Ты с ними начинаешь говорить и пытаешься что-то узнать, куда пройти, что посмотреть. Они все-все-все, я типа английского больше не знаю. Ладно, посмотрим, что дальше. А, и еще, что не очень прикольно и бесит в Китае, это то, что английского практически нету. Ну, в общем-то, как и в Корее. Туристу очень сложно. Все, что какие-либо надписи, какие-либо направления, все в основном написано на китайском, непонятными иероглифами и так далее. На английском есть, есть названия типа Zara, Echo, Nike и так далее, банки какие-то, обозначения, там, в общем, эмблемы, а именно направлений нет. У нас, по-моему, даже в Украине были какие-то, да, вот вы находитесь здесь, you are here, да, вот карты там с направлением, карты с достопримечательностями, здесь я вышел на автобусной остановке, да, написано, ты здесь, ну, понятно, да, там стрелочка какая-то с ярлычком, что я здесь нахожусь, но все на китайском, все улицы, все остановки, все здания, все абсолютно на китайском. Это печально, снова печально, одна печаль. А вообще, конечно, что больше всего меня печалит, это то, что неудобно снимать на айфон, я выходил так снимал все кругом на айфон, и было бы здорово. Ляд, видите, видите, они ходили и засматривают, прям смотрят, смотрят. Я бы ходил все снимал на гоупро, если бы она не утонула в мертвом море. Блин. И я постоянно хожу и думаю об этом, как неудобно снимать на айфон, вот была бы гоупро, вот было бы совсем по-другому. Э-э-э-э. Китайская традиционная архитектура. На реконструкции, но одна часть уже сдана, и внимание, что в ней? Та-да! Макдональдс!